А эту прогулочку в формате 4К мы начнем с этого поля Бархатцева. Видите, как я научился? Иногда умею же плавно поворачивать камеру, а иногда не умею. Мы на развилке или сливке улиц Победы и Лазарова. Кому как нравится, так и говорите, откуда, с какой стороны едет. Вот она, дорога на Сочи, мост железнодорожный. Там, если перейти через него, то вы попадете на Маринское шоссе, на Сочинское шоссе, в санатории Лазаревское, Урал. Одиссея. В общем, все, все, все там. Все там. Там самая южная часть поселка Лазаревское. Ну а мы пойдем по улице Победы, по хорошо известным местам в сторону ЦНК. Иногда люди тут путаются, не поймут, где, куда, как идти, как попасть к морю. Так все дороги ведут к морю. Олеандр отцвел. Машмала, которую я ел в прошлом году, тоже отцвела. В этом году я здесь, именно в этом месте, я так и не попробовал. Да не скажу, что я вообще много ее пробовал в этом году. Это серия роликов из воскресных прогулок, вот так вот назовем их, воскресные прогулки, которые я снимаю здесь, на улице Победы. Завтра возможности снять для вас у меня не буду. Мы еду. Прошел легкий дождик, сейчас вот тоже слегка моросит, но завтра мы ждем хорошую теплую погоду. А вот с этим машмала, про которую я говорил. А напротив у нас дом Лазаревского травника. Вот там всякие-всякие-всякие травки, веники для бани, насколько я знаю, тоже присутствуют. Присутствуют, точнее, не существуют, потому что не существуют. А это мушкула, которую я иногда обидал, но это было не в этом году. Здание Победы, 10. Здесь, в этом домике, когда-то я жил, кстати, почему-то отсутствует флаг. Здесь поживает господин Языков, хотя, наверное, товарищ Языков. А, вот он, флаг Советского Союза, слегка, приспущенный. Известный, кстати, эксменный мореплаватель. Ну, и мне доводилось быть с ним соседом. Это улица Победы. Известная, хорошо вам улица. Я гулял по... Не так давно я мил по дальним рубежам там где-то. Там где-то там, в районе Шашлычня. А теперь прогуляемся в этой части. Справа от нас улица Говорова. Небольшая. Но достаточно зеленая. Там и аэродромная тоже часть какая-то. Тут черт ногу кровится, сломит, так как улицы все такие перепутанные какие-то. Так, стерилизатор, давай крутись быстрее. Видимо, разряжается уже, наверное, устал ходить со мной. Без стыдницей, она же Платан. Видите, камуфлированное военное дерево. Слева от нас, по улице Победы, есть центр МТС. Нужное место для тех, кто пользуется этим оператором. Но учтите, что здесь вот, на Победы 25, всегда очень много людей. Поэтому я вам настоятельно рекомендую там, где KFC. Вот я только что там снимал тоже предыдущие ролики. Вы там прогуляйтесь. Там людей всегда гораздо меньше. Туда ходят в основном местные. Ну и там, те, кто проходят по улице Речной, большинство там не ходят. Поэтому это маленький секрет, больше никому не говорите. Будем знать только вы и я. Ну и ряд местных жителей. Приближаемся к площади Центра национальных культур. Не знаю, кто ли этот ролик оставить длинный и буду загружать его три дня и три ночи. То ли снять один, еще один. Давайте, наверное, уже этот закончим. Чего уж там. Всего-то три дня и три ночи-то грузить. Хотя нет. Боюсь, что больше. Учитывая, что у нас, вот видите, загорелся красный свет для пешеходов. Постоять здесь придется побольше. Перекресток Калараши. Чтобы вы понимаете, Победы. Так как я по Победе снимал этот ролик. Ну и слева от нас Центра национальных культур. В принципе, если отойти чуть-чуть дальше от пешеходного перехода, или как вот тот дядька, пойти сразу, чтобы не стоять. Делая вид, что ты не заметил дебру. Кто прокатит. Машин нету все равно. А мы с вами сейчас пройдемся по лесу, так сказать. Хотя нет. Людей-то много. Погребы, видимо, пришли. Залез не сойдет. Но, тем не менее, по зеленке. Да в формате 4К. Да надо же было снимать вот эти вот. Как их там? Сакура, который их называл. Хотя это не сакура, а яблочки. В 4К. Вот тогда бы, наверное, было красиво. Но ничего. Ёлки, пожалуйста. Можно рассмотреть каждую иголочку. Он, может, уже пришел фотографироваться с золотой рыбкой. Сейчас будет желание загадывать, наверное, так. Оба-на. Вот и все. Вот и разрядился аккумулятор. Так что будем заканчивать нашу. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Уже почти доснял ролик. Ну, что такое? К этим красивым цветочкам. А что? Надо было заряжать своевременно. А не тупить. Не забывать его. Не знаю, надолго ли хватит его. Может быть, на пару секунд. Показать вам эту красоту. Показать вам ЦНК. Если что, уже будем додерживать рукой. Сейчас хочу показать вам, какие представления нас ждут в ближайшее время. Сегодня у нас какое число? Так, господи. А, Ещенко, 14-го числа. И Маменка, 18-го, 15-го. Шансон парад. Тринадцатого. То есть, завтра Алексей Глызин. И все. Ну, там звездная цепь еще какой-то приезжает. Я пытаюсь включить стабилизатор, но, походу, уже все. Поздняк метаться. Смотри.